Яна, расскажите, пожалуйста, как достичь финансовой независимости? Я знаю, что в прошлом вы были миллионером, соответственно, у вас непосредственно есть такой опыт. Хороший вопрос. Сразу уточню, что формальным миллионером я не был. Моя компания, венчурный проект, достиг оценочной стоимости в 2 миллиона. И вкус этого я успел почувствовать. Сразу скажу, что мой совет будет проистекать из довольно специфического опыта. Я формирую себя как некая потенциально бесконечно развивающаяся система. И, конечно, откалибровать вопрос с деньгами – это очень важно. И здесь мы приходим к двум пунктам. Первый – надо понимать, что такое деньги по своей природе. К ним, к сожалению, очень много привязано разных тревог, страхов, странных идей, иллюзий, сказок, легенд, которые когда-то помогают, когда-то не помогают. И, прежде всего, деньги имеют две составляющих. Первое – это реальная жидкость. Это liquidity. Это жидкость, которая соответствует переливу ресурсов между людьми. И она выполнена в форме обещания. То есть вот эта денежная бумажка, которой вы располагаете, это обещание того, что вы получите за нее что-то, что вам нужно. То есть вам пообещали, и там стоит подпись того, кто это сделал. В этом смысле деньги – это продукт некого социализационного доверия. А с другой стороны – это реальная экономическая сила, реальная жидкость, которая двигает экономикой. Для меня важны были всегда все четыре аспекта социального существования. Социальная экономика, по которой у меня высшее образование МГУ и аспирантура. Это социальная психология, где мы смотрим, как это все формирует отдельные образы и смыслы в нашем головном мозге. Социальная генетика – понимание того, как поведение происходит от объективных факторов. И соматика – социальная понимание того, как общество при помощи различных механизмов навязывает на человека определенные ремни и некую внешнюю систему управления. С точки зрения, как добиться финансовой независимости, я бы переформулировал вопрос немножко по-другому. Как сделать себя таким, чтобы с деньгами было все хорошо. Когда вам они нужны, они у вас есть в нужном количестве, но при этом вы не превращаете себя в нечто подобное китайцам Малайзии. Эти несчастные существа рождаются ради денег, живут ради денег и умирают ради денег. Из-за денег они вешаются и они им молятся. Жить такой жизнью, думаю, не самая прекрасная идея. И вот вопрос, как сделать себя таким, который будет развиваться и при этом с деньгами все будет хорошо. Вот на этот вопрос я постараюсь ответить. Скорее всего, мой ответ не пригодится тем, кто уже находится в рамках какой-то модели или системы. Кто уже работает в каких-то компаниях, у них некая стабильная система прихода денег, их траты, но при этом какие-то напряжения, которые они не могут разрешить. Мой совет этим людям не поможет. Тем, кто находится в поисках себя, в поисках развития и при этом хотел бы сочетать это развитие с тем, что он не испытывает проблем с деньгами, с материальным обеспечением. Вот для этого я постараюсь сейчас сфокусировать некую эссенцию своего опыта. Я, как и со всеми прочими проектами, с нейробиологией, с боевыми искусствами, с деньгами, я начал следовать их с разных сторон. Я смотрел, делал бизнесы, изучал бизнесы, ставил себя в ситуацию, когда я буду лишен полностью денег. После своего венчурного проекта «Миллионного» я понял, что с деньгами такого формата я немножко не справляюсь, я стал очень много тратить и подзавяз в этом кольце ладжерей. Я поставил себя в ситуацию, когда мне полгода не прикасался к деньгам и был совершенно на чужой стороне. Вот этот опыт, когда ты видишь, смотришь на один объект с разных сторон и позволяешь себе прожить эти жизни и получить из них опыт, и дал мне финальное понимание. В конечном счете надо вычистить страхи, связанные с деньгами. Просто освободить себя от того, что спрессовывает. Если вы развернуты, если вы представляете собой единую строночку, как физиологически, так и в сознании, деньги – это очень естественно, они льются, и они так или иначе прильются туда, где для них будет место. Если вы имеете внутри тревогу относительно денег, вы трясетесь, трясетесь, трясетесь. Деньги не текут с рязком, деньги текут туда, где спокойно и где они могут дальше жить. Представьте, это отдельная просто жизненная среда. Как вы к ней относитесь, так она, в принципе, относится и к вам. И сделать себя для этого прозрачным, для денег, не иметь к ним никакого специального отношения, не хотеть таблеток от жадности побольше, не бояться того, что вот вдруг у меня не хватит на еду. Я прошел все эти стадии. Нужно просто быть чистым и однонамеренным. Пока у вас позвоночник изогнут в разные стороны, каждая часть хочет своего, каждая часть страдает по-своему, и каждая часть тревожится по-своему относительно денег. Кортизол все время вырабатывается на почечниках, и мы страдаем. То ли денег не будет, то ли мы потеряем, то ли не заработаем. На самом деле мы страдаем по абсолютно непонятной причине, и все эти кортизольные циклы навязаны извне. Задача избавиться от тревоги по отношению к деньгам и позволить себе расцвести во всем своем потенциале. Это универсальная вещь. Улучшать позитивное, отсекать негативное. Так вот, как избавиться от тревоги по поводу денег? Возьмите денежную купюру. И поймите ее реальную энергетику. Смотритесь в нее с нескольких сторон. С одной стороны, да, это просто бумажка, которую можно сжечь, выбросить, порвать. С другой стороны, она обладает совсем другой ценностью. Это средство обмена. Это то, как двигаются предметы и услуги в этом мире. С другой стороны, что это значит для вас? С одной стороны, это безопасность. Вы можете спастись от болезней, спастись от тревоги, отремонтировать машину, если она у вас попала в аварию. И все это зависит, может быть, от этой бумажки. С другой стороны, это стремление к удовольствиям. Вы можете достать себе удовольствие. И это тоже все это проходит сквозь вот эту бумажку. Все наши такие стремления социально реализоваться, показать себя перед другими, одеть дорогую одежду. И это тоже проходит все вот через эту бумажку. Возьмите просто бумажку денежную в руки, сядьте, примите струночку. Очень важно все операции, с чем бы вы ни производили, с деньгами, с судьбой, предназначением, производить из одной и той же позиции вытянутого и подвешенного позвоночника. Тогда у вас формируется единство намерения. Пока эта цепочка дробная, леведь, рак и щука, никакого между ними мира не будет. Только если вы вытянетесь в цепочку, возьмете эту бумажку и настроитесь на нее. Настроитесь на то, на все ее смыслы, чтобы понимать их без страха и просто. Ваше подсознание это пятилетний ребенок. Ее надо воспитывать сказками. Ему надо объяснять, смотри, вот хорошая штучка, ничего страшного мне нет. Есть она хорошо, нет ее тоже хорошо. К сожалению, люди не подвергали себя каким-то опытом, к примеру, голодать не потому, что решил поголодать для здоровья, а попасть в ситуацию, когда у тебя реально нет еды, тебе не на что ее купить, и тогда ты остро начинаешь ощущать роль денег с этой стороны. Это позволяет избавиться от фантазии, что нет, деньги для меня ничего не значат, я выше денег. Такие позиции тоже бывают. С другой стороны, страх о том, что чего-то не будет, как скупой рыцарь бумажки и монетки складывать в сундучок, который сохранит от опасности, нет. Он не сохранит. Опасность придет, а сундучок останется в своем месте, как и произошло в пьесе Пушкина. Взяли бумажку и представили себе ее смыслы. Посмотрели на нее просто как на бумажку, с неуважением. Что это такое? Посмотрели на нее с другой стороны? Это объективная часть окружающего мира. Вытянитесь и почувствуйте. Да, это важно. Да, это объективно. Миллиарды людей копируют свое поведение, связанное с подобными бумажками. Это пейсмейкер, задаватель ритма окружающего мира и очень важной части, социализационной. Поймите теперь, что эта бумажка отражает некую важную природу обмена. Это и не важно, и важно. И теперь поймите, что это значит именно для вас. Вот это страх и удовольствие. Страх, что его не будет, и она исчезнет. И почувствуйте, ваши напочники производят кортизол, и вы сжимаетесь. Почувствуйте этот страх. Ее нет. Вы его потеряли. Где она? Это так нужно. И выйдите из этого назад. Чем ближе вы к своей центральной оси, избавьтесь от страха. Это можно делать прямо как упражнение. Испугались? Ее нет. Ну и что? Этот момент помогает начинать верить в себя. На самом деле, это всегда. Ну и что? На самом деле, если вы живете, вы никуда не денетесь от того, что деньги будут через вас проходить. Не создавайте им сложности. Не создавайте из себя зигзагов, которые мешают один другому. Это просто жидкость. И почувствуйте удовольствие, которое вы можете за это получить. Купить что-то полезное. У меня, к сожалению, эта штука давно вытравлена. Но я попытаюсь сымитировать, что я что-то хочу. Купить. Хочу. Слушай, это действительно полезная штука. Она поможет мне приобрести вот эту вещь. Я к ней стану ближе. Здесь и страх, и польза. Научитесь их отделять. Испугайтесь. Сделайте медузу. Бояться нечего. Почувствуйте привлечение. Как это здорово. Сделайте медузу и лишите себя этого страстного желания. Останьтесь в центре себя. Поймите, что деньги, они рядом. Это и не важно. Это и важно. Лишитесь тревоги. Берите, впугайтесь. Делайте медузу. Испытывайте желание. Делайте медузу. Отсоедините себя от страха перед деньгами. Это естественно. Это так же, как в природе текут реки, так же, что в людей текут деньги. Не надо им молиться. Не надо их пугаться. Надо быть собой. Собой, собой, собой. Понимать их важность. Понимать их ненужность. Понимать их пустяковость. Понимать их приятность. Понимать, что они могут быть источником страха. Самое главное. Убрать страх. Убрать тревогу. И сделать это можно вот таким упражнением, которое я сейчас говорю. Да, оно просто выглядит, но оно работает. Взяли. Почувствовали, что вы потеряли эту бумажку. Вот кортизол выделился. Страх. И пройдите, пройдите этот цикл кортизола медузой. Невесомой медузой. Вспомните ее. Норадреналин. А страха тоже нет. Адреналин. И вот вы себе страшно налили энергии. Вдохнули. А сейчас вы находитесь вообще вне мира денег. Вы находитесь только в пространстве своих ощущений. Сейчас это стало только бумажкой. И выдыхая серотонином, посмотрите, почувствуйте простую радость, что это у вас есть. Без чего-то специального. Есть? Отлично. Нет? Чувство радости жизни от этого не пропадает. А именно оно является тем самым магнитом, который заставляет теньки сквозь себя течь. Не бойтесь. Не цепляйтесь. Будьте собой. Но выверенным собой. Собой, лишенным тревоги и страха. А расскажите подробнее про технику медузы. Что это? У меня это посвящено много уроков. Очень во всех бесплатных курсах. На мой взгляд, это абсолютно универсальное упражнение, которое просто ответ на все вопросы. Ты делая это упражнение, короткое, на два вдоха и выдоха, переводишь себя в другое состояние, в котором ты не тревожен. Ты легок, и у тебя ясное сознание. Техника очень проста по своей сути. Ты предвкушаешь что-то, то есть формируешь дофамин. Натягиваешь позвоночник, сзади затылок, чтобы был вытянут, чтобы мозг в этот момент получал дыр. Смотришь немножко внутрь себя, подтягиваешь руки, предвкушая, без вдоха, на полном выдохе. А потом насыщаешь дофаминную фазу норадреналином, гормоном вдохновения, именно тем, что люди все время теряют. Вот он. Это то, что легко открывает грудную клетку. В этот момент сердце чуть-чуть быстрее, и хочется что-то делать. Серьезно такое нарисуем. То есть предвкушение, вдох, затем от... Мышцы промежности, всю вертикаль берете как шприц и выжимаете энергию вверх фонтанчиком, сжимая себя в алмазной нить. Все мышцы работают, вы сжимаетесь. Полный выдох. Затем. Полный вдох. И в этот момент на кислородном допинге вы получаете активацию нейронов, сенсорики. И расслабленно выдыхая в стороны, вешаете себя как медуза в этом пространстве. Это особое состояние тела. Ему легко. Так надо жить. Давайте сейчас покажу из него, как перейти обратно в человеческое страдание. Жить-то тяжело. Жить классно. Именно так просто. Подсознание, которое верит тем сказкам, которые вы умело ему рассказываете. Сознание, которое знает, как делать. И тело, в котором позвоночник и головной мозг висит, реально как медуза. Это наш мир. Деньги – часть его. А к ним надо доноситься спокойно, рационально, ощущая приятность их наличия, не огорчаясь от их отсутствия. Очень важно, особенно в кризисные периоды, когда у кого-то он будет, попробуйте пройти этот период как тренировочный, с честью. Чем лучше вы проходите периоды кризиса, а для себя их устраивал специально, чтобы тренировочно проходить их, без малейшей тени сомнения, что все будет дальше. Понимаете, то, что вы живете, уже обеспечивает вам жизнь. Вы еще никогда не умерли. Да, вы пытаетесь болеть, страдать. Это все из-за немножко неправильно нацеленных внутренних технологий. Надо превратить себя в одну струну. Свисать из нее, жить ей. И многие вопросы исчезают автоматически. Блоки, которые возникают по поводу денег, они все формируются из детства, юности, подсознания, первые неудачные опыты, все это закрепощается в теле. Все это надо проходить двумя простыми вещами, физиологическими. Цигун буквально освобождает от этого. Вращение позвоночника, и вы чувствуете себя потенциальным и полным жизнью, готов что-то делать. Вам можно доверять. Вы живой, открытый, и у вас нет проблем. Медуза. У вас нет тяжести, нет сжатия. Деньги легко и просто. Если вам они действительно нужны для развития, никуда вы от них не денетесь. Это невозможно. Получается, можно сказать, что есть связь между деньгами, потоком денег к людям, у которых есть какая-то деформация в позвоночнике, какие-то искривления, зажатости в плечах. То есть, соответственно, эти блоки навешаны на них, и поэтому деньги могут к ним идти по-другому. Ты знаешь, да, связь безусловно есть, поскольку любой блок, это психосоматика, он продуцируется из эмоций, которые подсознание посылает сигнал мышцам на сокращение напряжения. Это же подсознание как-то специфически относится к объекту. Представь себе, ты хочешь поцеловать девушку, подходишь к ней, вместо этого у тебя там страшное лицо, ты напрягаешься, ты не знаешь, как это сделать, и поцелуй пропадает. Но с дневниками то же самое. Совсем то же самое. Надо быть прямым, искренним и не бояться. А что вы можете посоветовать людям, у которых есть деформации вот эти самые в теле? То есть, им нужно обратить внимание на физические упражнения? Подписаться на курс бесплатный эволюционного цигуна. Первые два упражнения решают практически, не знаю, очень много, 80% задач. Если вы хотите своего тела большего, сам эволюционный цигун это даст, но свободу и новое ощущение жизни длинный, гибкий, эластичный позвоночник, в котором нет зажимов, но это мое любимое упражнение спирали ДНК. Я с него начинаю день и продолжаю его в нем. Позвонки массируют межпозвоночные диски. На здоровой спине приятно жить. Понимаешь, не возникает страха. Потому что страх и напряжение все это вот здесь, вот кифоз, перенапряженная поясница, и вас сопровождает, то, что это называется, полоса неудач. Любая деформация в позвоночнике это некая прожитая неудача, неправильно сформированный опыт. Эту войну надо пройти снова и выиграть. Помните, сделать это вместе с мастером, сделать это вместе со стеопатом, сделать это вместе с собой и экраном, просто повторяю упражнение цигуна. Но обязательно, обязательно все живется в медузе. Не надо жить тяжело. Надо жить. Легко и радостно. Голова над плечами, не впереди них. Это уже груз проблем. Посмотри. Видишь, на мне как будто что-то сидит. Избавься от этого. Вот у тебя лично, мне очень нравится, у тебя не должно быть никаких блоков в правде с деньгами. Ты очень естественно к ним относишься. У тебя есть еще немножко такого страха какого-то, благодаря возрасту, может быть, или опыту. Но он легко преодолим. Получится, что люди, действительно, у которых есть проблемы с шейными позвонками, либо же лордозой, избавиться, и когда они избавляются от них, они совершенно по-другому себя могут чувствовать, они управляют этим сознанием. Правильно? До управления все-таки должна пройти шаг, чтобы избавиться от чего-то негативного и позитивно развиваться. Это все-таки два разных процесса. Одно дело, ты переходишь в некий свой первый простой гиперуровень, в котором ты свободна и сильна. Другое дело, те структуры, которые ты настроишь над этого в своем развитии, и они могут идти в разные стороны. Но, в принципе, да, надо выйти на уровень некого постоянного позитива. Электричество в этом здорово помогает. Несмотря на странные вещи, вот мобильный меандр, это моя любимая разработка, находясь под высокочастотным током в течение 5-6 часов, проходится порог, который я гордо назвал своим, или скромно назвал порогом поединка вообще себя. Наступает такое очень легкое состояние тела ясного сознания. Исчезает вот эта вся вот эта мишура, дрожание, которыми люди все время дрожат. Поскольку я не дрожу внутри, то вижу, как люди дрожат вот этими кортизольными структурами. Здесь трясучка, здесь трясучка. И, конечно, эти трясучки, крыль, ветер, рак и щука не дают чистоты намерения. Простоты, естественности и чистоты. Самое простое. Будь прямым, этого достаточно. Будь прямым, этого достаточно. но процесс выпрямления себя все-таки это практика и это усилие и это путь. И два упражнения эволюционного цигуна ДНК и медуза решают очень много. Не обещаю, что они решат все, но много-много точно дадут. Благодарю. Ян, скажи, пожалуйста, я хотела бы поучиться у тебя. Какие у тебя есть материалы для ознакомления? Я думаю, прежде всего, это две вещи. Во-первых, мое любимое произведение это эволюционный цигун. Первые три упражнения самые ключевые, самые фундаментальные и абсолютно бесплатные, они доступны в виде онлайн-курса. Просто сделай это. Просто сделай это, чтобы понять, что не я тебя убедил это сделать, а твое тело попросило и нашло то, о чем она мечтала. Это лучший инструмент развития тела, существующей на этой планете. Прежде всего, ты будешь чувствовать себя в пространстве, позвоночник станет гораздо более здоровым, мышцы его будут держать эффективно, улучшится пищеварение, подтянется живот, раскроется грудная клетка, голова станет гораздо более ровно стоять над плечами, в ней исчезнут напряжения в спине, которые могли когда-то ее спрессовывать. И вот это легкое состояние медузы, оно станет просто твоим проводником в счастливую жизнь. И я горжусь этими спакованными в простейшие несколько минут синтезом науки и традиции многих тысячелетий. А во-вторых, это, конечно, вон та сумма знаний, которую я приобрел, наблюдая за людьми десятки лет и проводя научное исследование путем измерения тех или иных гормонов. Это курс социальной генетики. В нем станет понятно, как на объективном и достоверном уровне понимать поведение других и свое. И как его налаживать? Даже в бесплатном доступе будут те уроки, которые помогут понять, что, а, это работает, и уметь определить себя, свое окружение, и увидеть, возможно, способы, как решить какие-то проблемы, которые уже возникают. это механизм, как объективно проводить поведенческую разведку с достоверными результатами. Очень много, очень много откроется полей. Прежде всего, это уровень спокойствия. Он будет понимать, что то, что он видит, это поведенческие механизмы, а не злая воля других людей, и он не будет придумывать себе оправданий для странного поведения вокруг. Он сможет откалибровать свое поведение, откалибровать свои отношения с окружением, понять, в том ли он месте находится и те ли люди его окружают в конечном счете. Кроме вот таких прямых сердечных контактов, конечно, большую роль играют механизмы поведенческой динамики. И это знание. Это знание о том, что творится с ним и творится вокруг. Причем знание точное и достоверное. Просто попробуй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин